Телемедицина – новое, весьма перспективное направление в работе Одинцовской районной больницы номер два, считает главный врач, кандидат медицинских наук Андрей Фадеев. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, в больнице будут проводиться телеконсультации. Все отделения медучреждения планируют активно использовать телекоммуникационные технологии в своей работе. Сейчас, как вы видели на нашей первой консультации, мы решили, что мы раз в четыре недели, по средам, это отделение будет выходить на связь с маниками и будет, соответственно, провести эти консультации. Такое отделение у нас не одно, их пять, поэтому я думаю, что у нас это будет востребовано каждую неделю, а если будет нужно, то это будет и чаще. Первый медицинский телесеанс прошел при участии отделения челюстно-лицевой хирургии больницы. В онлайн-режиме врачи консультировались с Александром Сипкиным, руководителем кафедры челюстно-лицевой хирургии Манеки. Были рассмотрены истории болезни четырех пациентов. Возможности телемедицины позволяют не только видеть и слышать участников консультации, но также обмениваться файлами. Лечащие врачи представили полную информацию по каждому, включая результаты анализов, снимки и тактику лечения. Для больных это принципиально важный вопрос. Одно мнение, когда мы говорим здесь врачи, другое дело, когда говорит профессор, доктор наук, у которого больше опыт, более стаз. Это, конечно, мнение очень важно для больного и для всех. Профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института отметил, что все манипуляции, которые провели врачи, были сделаны правильно. По одному из пациентов было предложено дополнительное обследование и дальнейшая работа над формированием тактики лечения мраморной болезни, которая была диагностирована у него еще 15 лет назад. Мы рады вас видеть и в эту среду, и в каждую среду, и в каждую среду, и в каждую среду, и в каждую среду, мы готовы выходить на перевоз всегда. Все, спасибо. Телемедицина в режиме реального времени дает возможность наряду с плановыми сеансами проводить экстренные консультации, что особенно важно при тяжелых случаях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Мы давно являемся базой кафедры, и, конечно, мы с ними общаемся. Но одно дело общаться по телефону мобильному или ехать в Москву, это тратить туда 3 часа, обратно 3 часа. Другое дело, конечно, это удобная, современная форма телеконсультации, которая позволяет услышать мнение кафедры, мнение более опытных товарищей, мнение других врачей о тактике лечения, об обследовании, тактике обследования. Это очень важно и очень быстро, во-первых, позволяет нам это сделать. Но пока мы договорились, что мы, во-первых, можем передать через телекоммуникационные системы снимки, компьютерную томограмму, объективную картинку. Телемедицина получила развитие во многих странах мира, доказала на практике свою высокую эффективность и оказывает комплексное позитивное влияние на структуру здравоохранения, повышает качество медицинской помощи и расширяет возможности врачей общей практики. Кроме того, телемедицина способствует сотрудничеству между медицинскими организациями, позволяет построить эффективную систему подготовки медицинских кадров. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.